Всем привет, ребята! Как у вас дела? Я очень рада, что я снимаю вам сегодня это видео. И если кто не знает, то ровно два года назад я завела канал на ютюбе. Именно сегодня я решила, так сказать, отметить день рождения моего канала. Я знаю, что это довольно странно, и очень мало блогеров, опять же, я говорю, так делают, но я просто хочу, чтобы мы сделали это такой маленькой традицией. Субтитры сделал DimaTorzok Возможно, кто-то только вчера подписался на мой канал, или же это первое видео, которое вы смотрите. Тогда я безумно рада, что мы с вами с сегодняшнего дня, может быть, с вчерашнего, может быть, с прошлого месяца. В общем, я безумно рада, что сейчас мы вместе с вами, в своей группе ВКонтакте я разместила пост, вот здесь вот он будет, и попросила вас задавать мне вопросы, касаемые ютюба, которые вас интересуют. И сначала я бы хотела рассказать просто свою историю, а потом подвечать на ваши вопросы. Так что давайте начнем, я надеюсь, это видео получится для вас интересным, вы что-то найдете для себя. И вообще, мне кажется, каждому человеку это видео будет интересно, поскольку кто-то не снимает видео, и он просто может быть интересным послушать историю блогера. Кому-то просто, я не знаю, кто-то красится там, собирается утром, и для кого-то такая болталка просто, просто, ну как жвачка для ушей, да, то есть просто ты красишься, и фу, он не играет на видео, чему-то нет. И, возможно, кто-то, я не знаю, чему-то научится из этого видео, я не знаю, в любом случае, я просто надеюсь, что вам оно понравится, и давайте начнем. Раз мы отмечаем день рождения моего канала, наверное, было бы логично начать с того, что я вам расскажу вообще, как я завела свой канал, как я к этому пришла. На самом деле, я пришла к этому очень неспонтанно, я этого хотела еще с лета 2014 года, с июня. То есть я просто не знала, я честно не знала, о чем снимать, я не знала, о чем говорить с людьми. И я увидела, что там нужно регистрироваться на YouTube, заводить канал, получается, только с 18 лет. Ну, то есть действуют, такие правила. Вот поэтому я начала спрашивать у мамы разрешение, можно мне снимать, нельзя мне снимать. У папы я как-то этого не спрашивала, когда вот я все маму хотела добить. Я, получается, целые полгода, я как бы рассказывала маме, что я хочу делать. И, кстати, самое, что интересно, я все-таки снимала видео. Я снимала видео, и слава богу, их нету на канале, вот серьезно. Первые три видео, в общем, в тот год, вы можете посмотреть это... Дусечка, ну ты делаешь. Вы можете посмотреть это в моей, собственно, на моей страничке ВКонтакте, все эти фотографии есть. Там надо просто перестать. Я снимала вам три видео. Мои дома в Испании. Это был первый раз, когда мы вот так отдыхали в Испании, то есть мы в июне туда въехали в один дом, пожили там месяц, идуся, потом где-то на две недели переехали в другой дом, и потом уже вместе с моими сестрами из Америки, которым я ездила, что зимой, что этим летом. Собственно, мы с ними уже жили в третьем доме. Вот, и я все эти дома вам снимала, и о каждой комнате вам рассказывала. Так что, да, это было абсолютно не спонтанно, я действительно хотела снимать видео, и у меня даже сохранился мой блокнотик. Во-первых, обратите внимание на вступление. Я написала это на обороте, и мне казалось, что это невероятно мотивационно. Я действительно хотела писать сценарий каждому моему видео, и вот сценарий, так сказать, к моему первому прекрасному видео. Что мне больше всего нравится, это вот эта часть. Я думала, что я буду писать это после каждого сценария. Сейчас, в принципе, кстати, сценарий не пишу для видео никогда. И у меня здесь написано. Хороший свет, галочка. Хороший монтаж, галочка. Хорошая речь, галочка. И хороший фон, галочка. Я просто настоятельно прошу вас перейти по ссылке первой, по первой ссылке в описании, или вот здесь вот в аннотации появится видео, перейти на него и посмотреть, и оценить. Просто написать. Вот, ребят, напишите в комментариях, посмотрите это видео. Еще раз я говорю, я по аннотации его где-то здесь оставлю. И просто напишите потом. Вот, сделать вот так. Хороший свет, тире, плюсик, это вот галочка. Или минусик, это минус. И просто давайте оценим мое первое видео. Но, пожалуйста, оценивайте его, не сравнивая там с какими-то видео, не знаю, там, топовых блогеров, а, ну, просто, просто оцените его, как вам кажется, достойно ли. Одноклассники, я не знаю, то ли мне повезло с одноклассниками, то ли, что у меня никогда не было такого, что одноклассники засирали кого-то. Никогда такого не было. В ходу Ютуба они тоже не засирали, по сути. То есть, ну, было пара мальчиков, да и есть. Я к этому привыкла. Я воспринимаю это просто как обычный стек, как обычный смех. То есть, я могу с ними сама посмеяться, какими-то своими старыми видео. Мне действительно, потому что тоже смешно бывает, одни начинают развиваться Ютуб-платформы. Именно поэтому блогеры еще пока не пользуются популярностью именно вот в обществе. То есть, занятия Ютубом не пользуются популярностью. Хотя блогеры смотрят очень многие. Так что я просто могу сказать, что не надо придавать этому большое значение, не надо обижаться. Стек, он кончится в любом случае, потому что, ну, людям надоедает смеяться над одним и тем же. Это абсолютно нормально, когда людям надоедает смеяться. Тем более, если вы не будете реагировать. Вот если вы не будете реагировать, будете продолжать снимать. Как у меня, собственно, и было. Я просто не реагировала на этот. Ну, то есть, мне как бы было опитно первое время, но я продолжала снимать, потому что я чувствовала, что меня так упрет. Меня прям вот разбирает от счастья, от, я не знаю, радости, что вот я снимаю видео. Так что я просто не прекращала это делать. И просто не давайте таким глупым людям остановить вашу хобби. Остановить то, к чему вы действительно чувствуете, какое-то влечение, и вот к чему вы чувствуете, какое-то вот, не знаю, что вам опанирует. Не надо. Просто вот перерубите, перейдите через это. У всех это бывает. У каждого блогера это было, ребят. Я вам абсолютно... А недавно, кстати, меня начали вот где-то в этом году, меня начали засирать 11-классники. Они стрёмные, и вот эта вот компания школьная, знаете, у меня не будет. И вот эти вот люди чаще всего относятся именно к ней. Но только выходя из школы, они сталкиваются с такой проблемой, что всё, и компании школьной нету, и их, так сказать, они там цари были в школьной компании, они вообще, в принципе, в школе. А они входят из школы, и всё. Реальная жизнь просто садит их на попу ровно, и говорит им, что так, всё. Тут не твоё королевство, давай-ка успокойся. То есть они начали меня засрать где-то в этом году. На таких людей мне было всегда плевать, вот честно. Даже, вот, даже к мнению одноклассников можно прислушаться, но к 11-классникам, которые вот действительно ничего не добились, которые ЕГЭ сдадут там трояки кое-как, к таким не надо людям прислушиваться. Возможно, ну вот зачем они прикапываются к 9-класснице? Да какая разница, что я делаю? Я, может, в песочнице до сих пор играю. Они вроде бы взрослые люди, 11-классники. Ну как бы мозги какие-то должны быть. Зачем они прикапываются к 9-класснице? Господи. То есть это просто смешно и глупо, поэтому к таким людям я никогда не прислушиваюсь. Мне вообще плевать. Они хоть пусть идут сзади, цитируют мои новые видео, пусть хоть что-то делать мне вообще плевать на таких людей. Абсолютно. Они ничего в своей жизни не добились и пытаются, собственно, занеженной фразой возвысить себя путём унижения других людей. Только вот не получается. Ну, то есть, точнее, у них получается в глазах идиотов, но если человеку что-то соображает, то всё-таки до него доходит, что у них не очень получается. Давайте я немножко уже поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали в ВКонтакте. И первый вопрос, наверное, который возьму, нравится ли братику снимать с тобой видео? Вот я помню, как здесь вот Панда тоже снимает видео, как мы снимали видео, когда он не делал макияж. Так вот, я его смонтировала и выложила на канал. И после этого он походил, вот, каждый, наверное, минут 15, и спрашивала, ну, сколько лайков, сколько просмотров? Арина, 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 что, сколько лайков, просмотров, сколько? Дизлайки никто не поставил, я надеюсь. Сколько просмотров-то лайков, сколько? Арина! Это продолжалось очень долго, и, ну, я просто поняла, что ему это не нравится. Сколько лет планируешь снимать видео? Очень такой скользкий вопрос, на самом деле, потому что, ну, я не знаю, честно. Я вообще не знаю. Но пока что у меня в планах снимать, и вообще планы на YouTube у меня на этот месяц. У меня расписаны все видео, которые я могу снять. Возможно, я что-то добавлю, что-то уберу из списка. Но в любом случае видео будут. Видео будет много в декабре и в январе. Вот. Так что я не знаю. Возможно, я выйду замуж, и мне станет скучно. Возможно, через несколько лет я уже пойму, что все. Я исчерпалась. Наверное, я уже буду закругляться. Я очень долго с вами разговариваю. И я не думаю, что все то, что я наболтала, выйдет в финальную версию этого видео. В любом случае, я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И напишите в комментариях. Я очень много вас прошу написать в комментариях, но... Не суть. Можете выборочно что-то писать. Можете все написать. Напишите в комментариях, когда вы начали меня смотреть. Мне будет очень интересно почитать. И просто посмотреть, сколько вы со мной уже вместе. На этом точно все. Спасибо огромное вам за просмотр. Меня зовут Рина Зельян. Я вас очень сильно люблю. Спасибо огромное, что вы со мной. Что... Здесь и сейчас. В общем, все. Пока-пока. Хорошего дня и пока. Е-е-е-е-е. Ой. Посмотрите, что у меня есть. У меня есть шарик. 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 Ой. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Субтитры создавал DimaTorzok